Так, ну что, ребят, всем привет! Ролик по поводу битка, как мы видим, волатильность в моменте подскочила, ну а сейчас обратно у нас укаталась. По поводу доминации продолжает передуять наверх, в принципе, это говорит о том, что альта может продолжать укатываться, как мы наблюдаем это по доминации эфира. Доминация бинт-би вообще люто укатывается, как мы наблюдаем. Вот, доминация, кстати, альтов на текущем этапе тоже ничего интересного пока не произошло. Если глянуть фрактал, который я накладывал, в принципе, это все вполне может реально отработать. И как это отрабатывало, по-моему, на том же, не помню, то ли S&P, то ли на чем я наложил, ну, в общем, я уже забыл. Вот, или там перед этим как была ситуация. По поводу индекса доллара, как мы видим, растем, но фонда, по идее, должна падать, но, как мы видим, пока что нихера. То есть, может, она действует немножко с запозданием. По поводу NASDAQ, небольшой откат произошел. По Dow Jones, что у нас, пидорини наверх, продолжается. По поводу TQ, у нас снижение небольшое произошло. По биткоину давайте посмотрим. То есть, у нас, как минимум, откупают. В принципе, выше уровня, как мы видим, четко уперлись. Если я его, кстати, заранее не проводил, СОЭК-2000, у нас, получается, здесь левел ключевой. Такая психологическая, в том числе, отметка. И, соответственно, выше пока что не пускают. Ну, и, конечно же, у нас были здесь, понятное дело, топовые объемы. Киты здесь набирали. Если это все-таки было одно, то, в принципе, ничего страшного. Пальтом мы закупились и сделали это довольно-таки успешно. Единственное, хотелось бы, конечно, докупить хотя бы по эферу. Ну, посмотрим. В принципе, я думаю, откат у нас вполне реален. И, кстати, у нас еще не закрыт гэп по эферу. Я напоминаю, в районе где-то вот здесь, соответственно, 1867. И здесь 1430 где-то у нас, по-моему, 1440 даже. Вот, поэтому это вполне реально. По поводу биткоина, если на CME, давайте посмотрим. Кстати, у нас вот гэп образовался. И это тоже у нас предвестник того, что он может закрыться в ближайшее время. И гэп у нас здесь, получается, в районе 40 тысяч. Поэтому откат, как минимум, вот сюда вполне реален. И то, что этого не будет, я считаю, это смешно. Потому что это всего лишь откат на минус там те же 6%. Думаю, с этим понятно. Ну, давайте по основным монетам пройдемся. Что у нас там эфир? Мы глянули уже по BNB. Пока что снижение. Топчемся на одном месте. Даже сейчас не ошибка покупать, я считаю, в долгосрок, если вы это делаете. Вот. Ну, опять же-таки, в идеале надо было закупать по 205-215 долларов. Вот. Тот же самый лайткоин откатился уже на 72 бакса. Перед этим был там 76-75. Давайте посмотрим поманить джаст. Помните, я ее тоже советовал. Посмотрим, что по ней. Тоже снижение. В принципе, я предупреждал, что может быть еще дальнейший дамп. Но имейте в виду, что вот эти вот хаи, которые понижаются, в принципе, может быть и будет какое-то бритье шахтов. Но здесь пока что такой клин, который может в любой момент выстрелить. Может даже побрить шахты. А там уже будет видно, как говорится. Вот. По ажбару пока что наверх мы не идем. Давайте глянем анонимные монетки. Обычно они идут на опережение. В принципе, тут у нас идет снижение. На опережение идет на снижение. То есть по Zcash пока тоже наверх особо не пускают. Монеро вчера меня удивил. Тоже красные палки там были. Но пока сильно вниз его тоже не отпускают. Давайте глянем по юсу, что у нас происходит. Ну, пока болтовня на одном месте. Тоже выход из этого клина произошел по поводу биткоин кэша. Ну, тоже был вынос шахтов. Естественно, я более чем уверен. Вот. Открываем вот здесь. Давайте посмотрим. Скорее всего так и было. Да. Вот у нас на 4.25 миллиона. Тут уже по движениям все понятно. То есть не надо даже быть Нострадамусом, чтобы догнать это. Ну, и в принципе по йоте ожидаемо, что, естественно, дальше мы никуда не пошли. Потому что нету перелива доминации в альты. Нет никакого альцизона. 2.5 х. Ну, опять же таки, мизерный профит. По сравнению с тем, что йота пока что на Булране. То есть на Булране это будет 5-10 х самое минимальное. Ну, и, соответственно, вот она. С 29 числа как пошла пидой. Так, соответственно, вот здесь и пошел вынос шахтов. Флангов в обе стороны боют. И, естественно, толпа, ну, как бы начала в панике жить. О, йота, смотрите, новый гем надо же закупать. Ну, а перед этим пока стояло на место, что-то на месте не закупалось. Вот, поэтому по поводу отката, естественно, он будет. И коррекция будет, потому что не парится. Вот, дадут еще закупиться, я считаю. Вот, по поводу ТЭТа и ТФЮ, то же самое. То есть, как мы наблюдаем, коррекция уже, в принципе, идет. Да, понятное дело, может, нету какого-то лютого отката пока что к тем отметкам, где мы были. Но помните, вот здесь то же самое. Многие орали, что, типа, вот там, блядь, где эта коррекция, ты заебал. Но, по большому счету, вот здесь тоже надо было подождать. Ну, где-то с месяцок. И мы вернулись, опять же-таки, сходили на те же отметки плюс-минус. И это вполне было ожидаемо. Вот, вот здесь, Палга, тоже самая аналогичная ситуация. Ну, вот по 1 инчу давайте. Вот здесь, соответственно, был памп. И потом сколько надо было подождать? Вот здесь мы скажем месяц. Ну, здесь, получается, 2-3. Поэтому примерно такой же диапазон ожидаем. То есть, где-то месяц, это у нас как раз-таки примерно там начало января. Типа скажут, вот мы его не приняли. Это негатив определенный для рынка. Ну, и, соответственно, после этого цену обвалят. Паде кордана, как мы наблюдаем, тоже локальные хаи. Смысла заходить не имеет. По алгоренду, в принципе, как я и сказал. Ну, аналогичная ситуация. Здесь тоже уперлись, кстати, вовремя четко 16 центов. Какое совпадение, да? И вот здесь выше тоже пока цену не опустили. Ну, как бы нужно всегда держать ухо востров, что называется. Наблюдать за ситуацией. Закупаться тогда, когда это нужно делать. А не то, что вы сидите на жопе ровно. Ну, а потом монета улетает, и вы хотите зайти вот здесь, я говорил. Вот здесь зайти. Ну, как бы. То есть, монета даже сейчас, понятное дело, она там улетела всего лишь 60%. Это копье на фоне того, что она покажет. И даже если вы там закупились текущих и ждете там 2,4 доллара, это все равно там будет порядка 15 иксов практически, да? Я думаю, понятно. Но все равно нужно адекватно взвешивать, где вы заходите. На жадности, либо по стратегии и по целям. Ну, по доге, как мы видим, тоже выше не пустили. Какое совпадение, что вот у нас уперлись здесь 92.60, 92.50. Не алгоритмы работают. Да, по поводу, кстати, шибы и доги, интересный момент вам подвезу. Вам просто лютейший бонус будет в конце ролика. Поэтому досматривайте. Я вам покажу очень интересные покупки китовые. Вот. Поэтому, ну, как бы, кто перемотает, пропустит часть полезного контента. Ну, а там уже дело каждого. Вот. Ну, смотрите сами. Поэтому вот здесь вот, как мы наблюдаем, тоже у нас повышающиеся, естественно, минимумы идут. Но это, опять-таки, не значит, что у нас не может быть провала. И откат может быть очень, ну, как бы, такой не то, что сильный. Как минимум половину вот этого движения сожрать. Поэтому тоже я бы не торопился. По джерти. Давайте посмотрим. Ну, пока возня на вот этих хаях. Ничего интересного. Что у нас еще из таких монет? Солана. Линк, да. То есть, многие спрашивают. По Солане тоже пока выше 60 баксов мы не идем. По линку. Естественно, киты набирали основные объемы. Вот здесь вот это и так всем очевидно уже. Ну, то есть, когда монета выстрелила, тогда всем очевидно. А пока она стояла вот здесь в накоплении, что-то никто покупать ее не хотел, да? Ну, давайте ради интереса вот здесь возьмем. Соответственно, сколько она там показала. Ну, вот здесь вот у нас основной объем был набран. То есть, она стояла в накоплении там 525 дней. И, соответственно, показала там те же сколько? Трикса, условно говоря. Понятное дело, в идеале это дождаться хотя бы там, ну, хотя бы 8 долларов. Хотя бы 8 долларов уже было бы отлично. Ну, то есть, текущих это где-то минус 50%. Если дадут, я буду люто таять. Опять же таки, если дадут там те же там 6 долларов, 5 долларов, ну, можно будет тоже поднакопить. Ну, опять же таки, в принципе, если дадут, окей, не дадут. Ну, хрен, по ней есть другие монеты. По XDC, помню, многие тоже спрашивали, есть ли смысл ее добирать. Ну, по XDC, в принципе, даже сейчас неплохая формация. Как видим, похожая, кстати, ситуация как по XRP. Что-то мне кажется, даже графики какие-то похожи. Вот можно бакс-паттер наложить. Давайте возьмем вот так вот. Переходим на тот же XRP. Заходим, ну, делаем, копируем. И, соответственно, вот у нас аналогичная практически ситуация. Вот мы сходили, здесь поконсолидировались. Какой-то некий отскок, да. Ну, и потом пошла болтовня вниз. Я думаю, с этим ясно. Ну, вот даже вот здесь какая-то похожая ситуация. Вот так вот какой-то фрактал наложить. И, в принципе, может быть откат в порядке там 55 центов вполне реальным. Вот, я думаю, с этим ясно. Многие блогеры советовали там тот же АВАКС на хаяк заходить. Ну, тоже смысла никакого. Как мы видим, тоже тут, скорее всего, идет разгрузочка. Как говорится, у нас гуляночка. Вот, и после этого то же самое по Элронду еще финальный раз свозили по шортам. Ну, давайте глянем, вроде интереса Элронд открываем. Были бы эти шортов, но особо не было. Но все равно, как бы, загончик такой неплохой, я думаю, произошел. По НЕРК протоколу то же самое. Ну, тут сугубо, я думаю, на шортах мы летим. Давайте посмотрим. Сейчас что-то подлагнуло. Вот здесь давайте посмотрим НЕРК протокол, что у нас. Ну, да, шорты есть. Здесь 500, 1500, ну, суммарно на лямчик. Индекс страха и жадности на уровне 75. Естественно, на жадности мы не заходим. Почему? Потому что смысла это не имеет. Вы заходите на эмоциях, а не по стратегии. Здесь вообще 89. То есть, опять же-таки, жадностью толпы подлетело. Не знаю, с чем это связано. Но нужно, как говорится, держать руку на пульсе и наблюдать за ситуацией, а не просто в тупую заходить. Когда уже все отросло, тогда вы заходите. Ну, и вы заходите, вероятнее всего, на хаяк. По поводу новостей. Соответственно, у нас Адам Бэк, помните, прогнозировал, я вчера показал биткоин по 100 тысяч долларов в ближайшие месяцы. Да, и типа в апреле, то есть до предстоящего халвинга, в апреле у нас биткоин будет стоить сотку. Ну, и сегодня он выходит, получается, вернее, вчера еще, да, выходит и говорит, что достигнет 700 тысяч долларов, блядь, он достигнет. Не будет никакие там 700, понимаете, тем более 100 тысяч до халвинга. Это ахинея полнейшая, чтобы загнать вас сейчас на хаяк, а потом прокатить на мощной коррекции. Даже если биткоин сейчас дойдет до 50, понимаете, хоть до 60, хоть до 69, коррекция все равно неизбежна. Поэтому я лучше дождусь ее. И, по сути, говорит, что вот биткоин превзойдет там физическое золото, ну, а физическое золото у нас к САУ, да, там, голд, естественно, у нас там показывал перехай, ну, а сейчас уже его тоже валят вниз. Давайте я вам покажу, соответственно, что по нему происходит. Ну, вот открываем форекс, и, соответственно, как минимум была ебейшая свеча, и после этого укатывание вниз. Я думаю, понятно. Ну, и, по сути, он говорит, что типа 700 тысяч долларов, ну, и полагает, что переворот произойдет в течение года-двух, и типа вот, соответственно, в 25-м году у нас будет 700 тысяч долларов за единицу. Ну, это хуйня полная, никакие там 700 тысяч долларов не будет, потолок это 150, то есть тот же Артур Хейс говорил там сначала, сколько там, 760 тысяч долларов, там, лям. Ну, в общем, вот эти все заоблачные отметки, то специально, чтобы вы не продавали, когда будет пикбол рано. А потом, когда он будет, они скажут, что, ребята, та ты шо, тут же осталось всего лишь там пару иксиков, чтобы достичь тех отметок. Но этого не будет. Это будет либо в следующем цикле, либо вообще никогда. Поэтому нужно это понимать и ожидать адекватных целей, а не ставить заоблачные отметки. Ну, и биткоинер у нас, Марк Кейзер, да, может похвастаться 20 миллионов процентов прибыли от своих активов в BTC. Ну, и зарегистрировал ошеломляющий рост своих биткоин-запасов. Ну, и, по сути, я так понимаю, он кид, трейдер и брокер. В прошлом выразился, что похвастается, он владеет биткоином с 2011 года, и первый блок BTC он сгенерировал, ну, и, по сути, имеет профит 20 миллионов процентов. Это я не знаю, сколько суммарно, можете написать в комментах, но это при достижении суммы 42 тысячи долларов. Ну, и говорит, что ожидает биткоин достигнет 100 тысяч долларов благодаря свече бога. Ну, и типа, вот так же прогноз цены 220 тысяч. Нет, 220 тысяч не будет в этом цикле, может быть, в следующем. Ну, и, по сути, это говорит, что государство Катарь в Азии намерено также купить биткоин на 500, я так понимаю, триллионов или миллиардов долларов, судя по всему, через Катарское инвестиционное управление. Слухи, получается, я так понимаю, триллионов все-таки, да, по этому поводу становятся очень громкими. По слухам, SVF надеется купить 1,2 триллиона биткоина. Не знаю, какие там 1,2 триллиона биткоина, если всего у нас 21 миллион, ну, не знаю, может, мы чего-то не знаем. И потом Баффет у нас побежден биткоином, что же произошло? Ну, и биткоин превзошел детище Баффета, показав вамного больше роста за последние несколько лет. Ну, я так понимаю, это у нас известный венчурный партнер Морган Крик, Энтони Помплиано, опубликовал твит, что биткоин каким-то образом одержал победу. Я так понимаю, обогнал Беркшерс Хессуэй инвестиционный фонд Баффета, ну, опять же таки, не имеет никакого значения. И вот говорит, что, типа, предсказал у нас там кто-то, что должен достичь, там, 100 тысяч долларов в течение двух с половиной лет, из 12 тысяч долларов на тот момент. Но, по сути, как мы понимаем, естественно, никакие там 100 тысяч долларов не было, было 70, и, как я говорил, круглые отметки не дают. Ну, и потом у нас станет с биткоин, эфириум идет несинхронно. Ну, типа, движения нету, корреляции особо не происходит, и у нас эфир отстает. И вот почему-то за биткоином, ну, и, соответственно, эфир хоть и показал профит, но биткоин все-таки движется. Почему же? Потому что доминация в битке. Почему, блядь? Микростратегия, поддерживающая биткоины, затмевает Apple огромными пятилетними прибылями. Ну, типа, вот многие, ну, сравнивают, и типа, вот у нас микростратеджи произошла, там, биткоин произошел, компанию Баффета, ребята, давайте бегом покупать. То есть, естественно, загон происходит, и люди видят вот эти зеленые свечи безостановочные, думаю, что надо заходить, надо заходить, и порог терпения. И даже, самое удивительное, действительно, люди пишут в чатах там, и, соответственно, обсуждают то, что, ну, как бы, надо заходить, действительно, и порог терпения у каждого свой, понимаете? Кто-то зайдет по биткоину по 40 тысяч, кто-то по 50, кто-то по 150, понимаете? Вот, и вот это и называется порог терпения, как временной, так и ценовой, и у каждого он свой. И вы не знаете, когда у вас, как бы, забрало упадет, и вы пойдете побегать, покупать, ну, побегать, да, побежите покупать на всю котлету, самое интересное. Поэтому, естественно, и говорю, что недавний у нас скачок биткоина, получается, стал критическим для среднесрочных инвесторов, и это вышедшее на рынок 2-3 года назад. Ну, и, по сути, для них это, я так понимаю, какой-то шок произошел. Ну, я тоже не ожидал, честно, я не ожидал даже выше 25, либо 30, я этого не отрицаю, да, я ошибался, это я могу открыто и честно сейчас признать. Если действительно было дно по биткоину, те же там 15500, то, соответственно, окей, я ошибся, но ошибся я лишь в том, что я не набрал должный объем битка и эфира по альтам. Альты еще пока биткоин у нас рос, я показывал это в предыдущем ролике, у нас росла его доминация, и альты на этом фоне падали. И падали они вплоть, получается, там до августа-сентября, получается, и вот здесь в октябре можно было тоже еще раз закупиться по тем же отметкам. Ну, давайте откроем тот же 1 инч, ради интереса, вот у нас отлично показывает график, вот здесь у нас был, получается, июнь, вот в июне можно было закупиться, вот здесь август, август-сентябрь, октябрь, то есть всю осень можно было люто таять, и как минимум давали тут раз, два, три, вы понимаете, ну, как бы вполне адекватные отметки, почему бы и нет. Ну, а кто-то сидел на жопе ровной и ждал каких-то там, я не знаю, может быть, донных или около донных значений, но, в принципе, вот они и сейчас находятся, ну, и были перед этим, поэтому, кто захотел, закупился с нами еще 2 месяца назад в закрытом клубе, и, как бы, мы еще и будем закупаться на коррекциях, поэтому не переживайте, даже если действительно бычка уже началась, то ничего страшного, коррекция будет, и она неизбежна, потому что безоткатных трендов не бывает. И биткоин падал на буларане даже 20-21 года на те же там 30%, поэтому, если даже с текущих он там упадет на 30%, то альты упадут как минимум на такие же проценты, а то и в 2-3 раза сильнее, то есть минус 30% с текущих это будет у нас где-то порядка 30 тысяч долларов. Если все-таки дотянут цену до 50, да, условно, там, как многие ждут, то, соответственно, это у нас будет сколько? Это у нас будет где-то 35. Если все-таки там будет 60, условно, и тогда уже захотят сделать коррекцию, это будет где-то 42, но все равно альты откатятся очень мощно, и на этом, как раз-таки, на этой коррекции откате надо будет таять. Ну и, в принципе, даже вот здесь наблюдая, давайте вот посмотрим, вот здесь у нас было сколько там, 30%, 27, да, понятно. Вот, давайте посмотрим вот здесь, сколько вот здесь было. Здесь было где-то примерно те же там 20%, ну, то есть ничего удивительного, вполне адекватная коррекция, которая ожидаема и читаема. Вот давайте глянем, у нас 12 мая был халвинг, и перед халвингом у нас как раз-таки произошел обвал минус 20%, вот здесь давайте глянем, сколько здесь был обвал, минус 20%, поэтому и альты тоже в это время падали. Вот давайте ради интереса глянем август-сентябрь, ради интереса возьмем тут же там эфир, на сколько он падал. Август-сентябрь 2020 года, вот начало сентября, мы открываем, вот здесь что у нас происходило. Вот здесь вот у нас август-сентябрь, эфир тот же самый, вот он находился, и вот он упал в минус 30%, то есть чуть сильнее битка. Давайте ради интереса глянем там, не знаю, Zcash тот же самый. Вот открываем, нажимаем, соответственно, что у нас происходило, 20, получается 0,9, 0,1. Нажимаем и, соответственно, смотрим Вот у нас было падение, соответственно, он поднимался И вот здесь сколько он упал? Минус 50% Ну, о чем и речь? Ну, давайте вот здесь даже 30-40% То есть, как минимум, в 2 раза сильнее битка А то и в 3 раза, понимаете? Если брать вообще от пика, то минус там 50% В 2-2,5 раза сильнее Zcash тот же самый падал И вот коррекция на фоне была рана Минус 40% вот здесь там было Вот здесь было сколько еще там? Минус 40% Вот здесь сколько было коррекция? Минус 20% Окей, здесь сколько была коррекция? Давайте посмотрим Здесь было минус 35% Здесь сколько была коррекция? Здесь была коррекция Тоже минус 40% Поэтому, ребят, все абсолютно аналогично Ничего абсолютно не меняется Вот у нас там холмин биткоина 12 мая Вот здесь произошел, ну, тут был откат небольшой 20% Ну, вот здесь, допустим, был более весомый Ну, давайте среднюю возьмем где-то вот здесь Минус 40% От дамп марта 2020 года Вот у нас альты укатались Биток упал там 60-65 Альты упали минус те же там 70 Видите, все равно там на 10-20% сильнее Поэтому альты всегда падают сильнее Что на бычьем тренде, а что тем более на медвежьем Либо каких-то флэш-кэшек Поэтому по Z-кэшу, кстати, относительно дно тоже уже, я думаю, отрисовывается И постепенно мы можем там еще вот так походить Там вот здесь, там еще там что-то Ну, а потом уже тузом Вот, поэтому ничего удивительного Это вполне ожидаемо Вот, ну, а в принципе, если взять все ликвидации Что у нас происходит Естественно, у нас бреют шаркты по битку продолжают То есть толпа не угомонится И продолжает все шаркить, шаркить Ну, а по итогу ее дальше бреют, бреют, да Эксперты назвали причиной роста биткоина Ну, естественно, тут ETF скажут опять в очередной раз Ну, конечно же, вот в январе 24-го года Сейчас же шадоба это уже, да Вот, есть шансы протестировать 45 тысяч Но основной виток вряд ли стартанет ранее 24-го года Ну, у нас тут один эксперт сказал, что 100 тысяч до халвинга вообще в легкую Вот, и перед этим тот же там Михаэль Ван Депо С англоязычного ютуба говорил, что типа Ребята, ты что, 2 500, 3 тысячи долларов для эфира хуйня вопрос Поэтому мы в легкую их преодолеем А сейчас уже он там говорит 3 200 или 3 500 В общем, цели у него повышаются Типа эфир же шрастет и он цели двигает постепенно Но по сути здесь было 2 300 И то мы их не преодолели, а сейчас давят цену вниз Потом у нас разработчики Mantle MNT Да, это у нас токен, который завязан Это BitDAO бывший, да, то есть Bit, токен, биржи Bybit Развернули протокол ликвидного стейкинга в эфире Ну и в принципе в долгосроке, естественно, позитивная новость для данной криптовалюты Ну и давайте откроем, посмотрим, что она себя представляет Это Mantle Crypto Ну вот открываем USDT Вот нажимаем Bybit И, соответственно, вот здесь данная монета у нас отрасла На сколько со своего дна, с октября На те же там 90% То есть если вы закупались вместе с нами там условно То могли тоже по ней заработать Поэтому не вижу никакой проблемы Вот данная монетка, ее, естественно, укатали Никто в нее не верил Сказали, что это скам Параша Зачем ее покупать Ну и плюс скам Параша 80% дала, как мы наблюдаем Вот, поэтому следующая новость, что у нас Riot Platforms купит Купит, да, купит 66,5 тысяч асик-майнеров У MicroBT за 290 миллионов Естественно, в долгосроке это позитивная новость, как мы наблюдаем И, по сути, на данном этапе сумма сделки составит 290,5 миллионов Без учета сборов, налогов и возможных корректировок Там, не знаю, НДСов и прочего, да Ну и, по сути, установки планируются на второй квартал 2024 года Какое совпадение, что второй квартал 2024 года у нас должны, по идее, и ETF одобрить там в мае-июне И, соответственно, суд Ripple против всех должен закончиться И вот, соответственно, майнинговые кампании открываются И халвинг биткоина, все подгоняется под эти события Но, вероятнее всего, перед этим может быть как раз-таки дамп Да, и резину специально будут тянуть Потом у нас крупнейший бренд в Бразилии открыл возможность торговли биткоином и эфиром Это у нас Итао Юнибанку запустил для клиентов сервис торговли криптовалютами Сообщает это у нас Reuters, это великобританское издание, насколько я помню BlackRock и Bitwise у нас обновили и объявили заявки на запуск биткоин ETF Снова отправили уточненные заявки И, естественно, все это на хаях Какое совпадение, да? Не реализованная прибыль тизер от вложений в биткоин достигла 1,1 миллиард Тоже позитив, и сегодня новость выходит Биткоин-инвестиции Сальвадора показали рост Тоже позитив Эксперты обнаружил оживление институционального спроса на биткоин И максимальные отметки с ноября 2021 года То есть это у нас отметки даже выше, выше, как минимум, даже на фьючерсах Открытые интересы 740 миллионов И это говорит о том, что действительно у нас напрашивается просто жирнючая коррекция Но пока что у нас ничего еще не произошло И вот смотрите, JP Morgan у нас там протестировал токенизированные портфели на Avalanche Это еще в ноябре было Но Avalanche это CBDC криптовалюта, напоминаю Вот, и в принципе Долгосероки тоже себя проявят, но на хаях сейчас заходить не надо Вот, сегодня новость тоже Объем инвестиций в криптофонды за 10 недель достиг там почти 2 миллиарда Тоже совпадение, да? Майк Маглоун говорит, что биткоин стал сильнее, чем золото И золото стало историей в одночасье Оно достигло нового рекордного максимума Цифровое золото по-прежнему демонстрирует уверенность и силу Несмотря на слабость фондового рынка Ну, то есть тоже сегодня эта новость вышла Какое совпадение, да? И как минимум вот 22-23 год И все равно у нас там объемы растут Сальвадор заработал То есть один позитив, да? Ну, вот, совпадение Потом сегодня фонд благосостояния Катара Может инвестировать биткоин до 500 миллиардов И это будет сейсмический сдвиг в криптолютном ландшафте Поскольку один из самых значительных в мире суверенных фондов благосостояния Потенциально готов поддержать биткоин Типа, что в биткоин вольется сейчас 500 миллиардов Ну, естественно, это брейдсевые кобылы Этого не будет Потом у нас связанные с Таралуна токены Взлетели в цене с начала года Ну, естественно, когда цена взлетела У нас начинают обсуждать вот эти вот говно токены, щиткоины Некоторые блогеры там рассказывают басни Что типа будет 1 доллар Не будет никакого Какой нахуй 1 доллар? Тем более до 2025 года Можете забыть И то не факт, что это будет Естественно, по ЮСТРСИ видно, что идет уже фиксация Нужно из этого говна выходить И я об этом сказал Поэтому я рекомендую все-таки фиксироваться По поводу Луны Классик Если посмотреть полный график То сейчас тоже идет тут некая фиксация Цена уже падает И в моменте давала она там около 5 иксов И даже сейчас можно зафиксироваться И выйти по данной монете Получается забрать те же там 3 икса Если вы покупали вот здесь А здесь это получается около тех же 4 иксов И, кстати, мы наблюдаем, что мы уже достигли отметок 22 года И самое забавное После скама Таралуны Вот этот вот щиткоин дал еще 10 иксов Как мы наблюдаем В принципе, дно такое же сформировалось Здесь пропампился Но пока что может быть откат И если кто не фиксанулся В принципе, я считаю Сейчас отличная возможность это сделать По поводу Таралуны Я пока что бы холдил То есть она там дала всего лишь 3 икса Ну, понятное дело Она может откатиться Кто считает, можете это делать Но, как мы видим Пока роста какого-то значительного не произошло Вот, по поводу этих монет В принципе, вот тоже вам дал Такую бонусную рекомендацию Далее у нас Бразильский банк Добавил возможность торговли биткоином и эфиром Но это было И руководители криптопроектов Ожидают рост курса биткоина До 100 тысяч долларов Но, естественно, этого не будет Ну и получается у нас Генеральный директор Леджер Паскаль Готье Говорит, что в 23 году Это был год подготовки К предстоящему росту Настроение в отношении 24-25 годов Очень обнадеживающее Ну и на вопрос Достигнули биткоин 100 тысяч долларов В 24 году Готье ответил Может быть Ну, как бы до холдинга Естественно, это бейсевые кобылы Которые нам рассказывают Что, типа, вот там будет До холдинга Соответственно, кто-то там рассказывает И постоянно Вот 100 тысяч долларов Вы заметили, вот как Киты любят лоббировать Вот отметки Круглые именно А круглые отметки Что мы знаем Исходя из моего канала Кто внимательно смотрит Что их не дают Вот Это первое А второе Ну, после холдинга Возможно ли это? Да, конечно, возможно И это будет Ну, явно это будет не сразу Что, вот, блядь Пиздец В апреле начался Ну, случился холдинг И сразу 100 тысяч долларов Мы там уебали Да не будет такого Неважно, сколько будет Тогда стоить биткоин Хоть 70 Хоть еще сколько-то, понимаете То есть Но вряд ли он будет стоить Сотку до холдинга После холдинга К концу там 24-го года А то и в 25-м 100 тысяч плюс Вполне реально Я считаю, пик был рано Это 140-150 тысяч Но, типа, в 24-м году Еще и в начале Ну, как по мне Это ахинея И сейчас, естественно Вот там Второе событие холдинга И вот там ETF уже там Должен подключиться Но, по факту Мы, естественно, понимаем Что этого не будет И полный отказ от ETF Может разрушить процесс Поэтому, определенно Стоит помнить об этом Ну, и, типа, того Что, может быть, у нас Консолидироваться До 38 тысяч долларов Ну, и, типа, 125 тысяч К концу 24-го Ну, 125 тысяч Вряд ли Это уже, скорее всего В 25-м Поэтому не ведитесь На этот бред Вот, аналитик Блумберг Говорит, что одобрение Биткоин ETF произойдет С 5 по 10 января Ну, естественно Естественно И Джеймс Сейфорд Объявил, что ему известно Окно одобрения Ну, окно это Одобрение всем уже известно Давно Ну, и, типа, вот Присказали руководители Рост биткоина До 100 тысяч долларов В 2024-м году Ну, и мы уже понимаем Что это все Ахинея Ахдекс и Франклин Темплтон Говорят, что вообще Закончится до 10 января 8-го Вот Поэтому, ну, естественно Тоже ахинея Питер Шив говорит, что Крак биткоина будет Более впечатляющим Чем его рост И спекулятивное безумие Вокруг спотовых биткоин ETF Скоро закончится Крак биткоина будет Более впечатляющим У нас почти до 41 тысяч долларов Для BTC это лебединая песня Ну, типа, финальный памп И потом будет дамп Ну, не скам, да Как он считает А я считаю, будет коррекция Вполне реально Вот Геймеры готовы платить За игровые NFT От Square Enix До 1200 долларов Ну, Square Enix Это компания, которая создала игру У нас, получается Вместе с Don'tot Entertainment Да Life is Strange Я думаю, многие играли в нее Либо слышали Я тоже в ролике рассказывал А, ну, как бы Эфериум Это у нас основная платформа И сетика, система Которая делает те же NFT-шки, как мы видим Те же анимешные Поэтому в долгосроке Я думаю, эфир тоже За счет этого будет у нас Расти Далее, получается У нас Ryan Adams Уверен, что крипталюта Эфериум сильно недооценена И сказал, что будет Сильно недооценена И будет дорожать Кто-то должен об этом сказать Стоимость эфир Составляющая 2200 Просто смехотворна Ну, на самом деле, да Но, опять-таки, эфир Я жду в диапазоне Где-то 7-10 тысяч долларов Опять-таки, круглые отметки Не дают Поэтому, я бы сказал Даже 7-9 тысяч долларов На пике он стоил Там 4,800 Я напоминаю В 2021 году И во время этого цикла Все торгуют Основываясь на предположениях То время, как у эфира Есть крепкая база Ну, и по его мнению Должен стоить гораздо больше По следующим причинам Блокчейн эфир Приносит валидаторам Прибыль в размере 2,7 миллиарда В год 5 сетей второго уровня Блокчейна Ну, лаер 2 эфира Попали в топ-10 Основных покупателей Памяти в блоках Сети эфир Эфир стал интернет-облигацией Приносящей доход стейкером Ну, и эфир 2,0 Напоминаю В США Выходят Ну, хотят запустить Спотовый эфир ETF Блокчейн эфира Работает на основе Алгоритма Консенсуса Привов стейк И не потребляет Гигантского объема Электроэнергии В отличие от сети Биткоина Ну, и по сути Говорит, что прогнозирует Рост 2,600 Или даже 3,500 То есть сейчас он стоит 2,200 И он прогнозирует 2,600 То есть это Выше Насколько Давайте глянем Он говорит, что 2,200 Это смешная цена А он предполагает Рост до 2,600 То есть это не загон Да, это не заказные новости То есть он говорит, что 2,600 Это рост на целых Блядь, на целых 20% Ебать его, брат Просто Ну, такой лютый подъем Вот это не смешно Да, ни разу И получается А здесь он сказал 3,500 И опять же-таки Помните, тот же Михаэль Ван Депо Говорил 3,500 То есть одни и те же отметки И опять же-таки Круглая отметка 60% дороже Ну, то есть Понятное дело Эфир по 2,200 Это дешевле, чем он будет стоить По те же там 8 Это 4,000 Даже с текущих Но опять же-таки Нужно всегда Закладывать то, что может быть Любой момент Коррекция Потом подорожание биткоина Увеличивает риск дампа Для одобрения После одобрения ETF И чем дольше цена Движется в сторону 50,000 Без выпущенных ETF Да ETF на хаях выпускается Ну, типа выпускается Новость выходит об этом Тем выше, как я полагаю Вероятность, что после этого события Начнут продавать монеты Я не троллю Но по факту мы понимаем Что так оно вероятнее всего и будет И так оно и было И будет И все разы так было Все разы Ребята, когда запускали Вот эти там ETF Либо фьючерсы какие-то Цена дампилась И это обычно были Пиковые отметки Локальные хаи Либо глобальные Вот, либо вообще там Конец был рано, да Аналитики сантимент уверены Что покупка биткоинов Подкреплена фадом и фома Ну, фад это у нас Fair Undoubt Uncertainty Doubt То есть это у нас страх Неопределенность Сомнения, да А фома это у нас Fair of Missing Out То есть это означает Что страх упущенной выгоды То, что вы не успели Зайти И по факту Как мы понимаем Толпа, естественно Заходит на этих двух эмоциях Ну и типа вот Рыночная капа биткоина Повзошла капитализация У нас Веркшес Кресовая И показывают Вот Майкрософт У нас там Гугл, Амазон, Инвидия Мета, Фейсбук Да, Тесла Обошла Визу Элилили там И прочее Там Мастеркард Может и так далее Ну а по факту Естественно Загон тот же самый Продолжается Понимаете Вот В этой же статье Цена заблокированных На лиду альткоинов Эфириум Превысила 20 миллиардов Ну СДО Это перспективная Тоже криптовалюта Многие ее недооценивают Обзор был на канале Кстати И вот данная монета В принципе Мы закупали ее Тоже 14-15 октября Можно было купить ее По скидке В минус Те же 60% И сейчас она уже Отскочила здесь На те же там 70% в моменте Сейчас плюс 60 И до хайо Где-то 120% Поэтому в долгосроке Я думаю Себя проявит Естественно Нужно иметь ее в портфеле Но я все равно Дождался бы коррекции Как минимум Половину вот этого движения Хотя бы 2-1.8 доллара Тогда уже можно будет покупать Думал понятно Далее у нас Создатель Солана Просят не называть Солана убийством Эфириум Из-за роста На 231% И типа того Что по моему мнению Такие заявления Считаются достаточно Неубедительными Я не вижу будущего В котором Солана процветает А Эфир каким-то образом Загибается Ну и типа того Что естественно Очередное упоминание Соланы Ну и многие Могут прочитать Потому что психологически Частица не Не читается Да и по сути Создатель Солана Просит Называть Солана У нас Уничтожителем Эфира Да Ну это такой вот Тоже психологический трюк Если кто не знал 5 важных событий Этой недели Которые повлияют На рынок криптлюда Ну и какие же Давайте глянем Вот это у нас получается Приближение Рождества Потом у нас тот факт Что Битрикс закрывает Свои операции В понедельник Потом публикуется У нас 7 декабря Данные пособия По безработице Объем занятости И не сельскохозяйственный сектор И также у нас еще Что интересного Что произойдет Новость по поводу ИПЦ Это у нас получится Индекс потребительских цен Данные по инфляции 12 декабря А 13 декабря Это у нас данные По ставке Если кто не знает Поэтому имейте это все В виду И это будет интересно Надеюсь ставку Уже начнут понижать Но вероятнее всего Ее оставят опять в боковике А в 24 году Будет понижение И тогда уже может У нас случиться флеш-крэш Как был по типу В марте 2020 года Аналитик считает Что начавшиеся покупки Эфира Поведут к росту До 3500 Опять же таки Совпадение То есть до этого 3500 Вот здесь у нас говорит 3500 Михаил Ван Депо Говорил что 3500 И сейчас нам тоже говорят 3500 Одни и те же Блять отметки И по сути Преодолел порог И вот соответственно Толчется возле уровня 2000 И по сути Вот у нас ожидается 2600 То же самое Блять какое совпадение Да Соответственно тоже здесь было 2600 Или 3500 Не знаю Может это одна и та же статья Кто-то скажет Но нет это две разных статьи Самое забавное И те же самые отметки Вот у нас целевой уровень 2600 А потом 3500 И типа вы скажете Ну там же теханализ Ну наверное один и тот же Аналитик рисовал эти уровни Судя по всему Вот Сальвадор Одержал победу Сделав ставку на биткоин Инвестиции в плюсе Вот так вот И инвестиции Сальвадора В биткоины в плюсе И все это После тысячи статей Высмеивающих Предпочтительные потери Которые были рассчитаны На основе рыночной цены Биткоина на тот момент Конечно у нас нет намерения Продавать это никогда Не было нашей целью Мы полностью осознаем Что цена продолжит Колебаться в будущем Но это не влияет На нашу долгосрочную стратегию Ну и вот его портфолио Я кстати показывал В одном из роликов И соответственно Как мы наблюдаем Так оно и есть Вот они покупали В том числе на хаях Не знаю какой смысл Был это конечно делать Но как мы видим Все равно вот они Байндзе Дип То же самое вот здесь Они покупали И тот же Майкл Сейлор Такой же имеется трекер И вот как мы видим Они с 2020 года Просто таят биткоин И последний раз Вот они таяли Получается по 37 тысяч И тот же На и Букеле Давайте глянем То есть в последнее время Кстати он по-моему Что-то не покупал Ну либо я ошибаюсь Ну в принципе Такая вот ситуация Давайте посмотрим Что у нас еще происходит Цена биткоина Не удержится Выше 41 500 Полагает Вейл Вайер И сегодня цена Закрепилась Благодаря притоку стейблкоинов Который привел К искусственному Разгонявшемуся ралли И повышению стоимости биткоина Думаю что курс Не удержится И полетит вниз В ближайшие Несколько недель Он показывает И давайте глянем По графику Что он показал Вот какой-то канал Непонятный Нарисованный неправильно И естественно В принципе после этого У нас может быть дамп И я так понимаю Это его прогноз Что мы можем спуститься Вплоть до 28 тысяч Ну и типа ситуация повторяется Если в конце прошлого года Был памп до 35 тысяч И откат То сейчас соответственно Повзошло ожидание В связи мощного дампа Который предрекает Может и не случиться Типа того что Ну вот Потом Робин Гуд Кто дождался до конца Поздравляю Ребята сейчас вы знаете Инсайтерскую информацию Интересную Которую я тоже Отписал в закрытом клубе Но вам дам ее бесплатно Кто до конца Смотрит мои ролики И надеюсь лайкос И коммент влупите После этого Вот в виде благодарности Робин Гуд отчиталась О росте объема торгов Криптовалютами На 75% И за ноябрь Объем торговыми активами Вырос на 75% Впрочем пока точных цифр Представители компании Не называют Ну и в третьем квартале Было зафиксировано Снижение дохода На 55% 23 миллиона Во втором квартале Показатели также снижались Ну а сейчас Декабрь начался Для биткоина позитивно И у нас тот же самый Робин Гуд Держит активы Угадайте какие Это у нас Биткоин Эфир Доги И криптовалюта Вот если зайти на их Официальный сайт У них есть связь Кстати с Coinbase Криптоком Кракен Coinbase обычный Да и Advanced Кэшап какой-то И в принципе Все это можно Приобрести У них И что они предлагают Это там Золото получается Ретаймент Кэшкарт И так далее Вот И это напоминаю Компания Которая у нас С 2013 года Была основана Если перейти на Англоязычную версию То давайте посмотрим Что у нас Вот здесь Уже 10 лет Данной компании И в принципе У них Чистая прибыль Получается 1 миллиарда Долларов С 2022 года Ну я так понимаю Не знаю Минусовая Либо нет Вот и общий капитал 7 миллиардов долларов И получается Количество работников 2 300 И основано Получается Владимиром Теневым И Байджио Пхатом Которые создавали Высокочастотная платформа Для финансовых учреждений В Нью-Йорке И штаб-квартира Мэн Ла Парке Калифорния То есть опять же таки Америка Вот И в принципе Я думаю Кто только не слышал За данную платформу Но Самое интересное Я нашел кошелек Данной платформы И давайте же посмотрим Что она из себя представляет И что они холдят Они холдят На 37 лямов Chainlink Которые они покупали По средней цене В районе 6 долларов И сейчас я вам это докажу Ну Бон Шиба У них имеется Там на 65 долларов И у них имеется Шиба Ину На 180 миллионов Ну и 179 с половиной Миллионов долларов Вдумайтесь И у них также имеется Кстати Тот же самый эфир Если найти его Ну Здесь его не показывают Но самое интересное Я нашел еще интересную метрику Вот Кошелек Вот Посмотрел на одном сервисе Соответственно Здесь у них капитал 3 миллиарда 532 Почти миллиона Эфира у них На 3 и 3 миллиарда Ребята 3 и 3 миллиарда Но более Инсайдерскую информацию И по каким ценам Они покупали И какой объем Это я уже отписал В закрытом клубе Кому интересно Больше такой инфы И больше таких китовых кошельков Там также имеется И естественно Когда вовремя закупаться На относительно Донных отметках И вовремя фиксироваться Это тоже там есть Формирование портфеля И прочее Поэтому куча бонусов Комьюнити Нас уже там почти 200 человек Предпринимателей Инвесторов С капиталом От 10 тысяч долларов И выше То соответственно Заходите туда Вот Ну смотрите Самое интересное Что он И бонусный момент Хотел показать Вот эфир А та же шибаина Сделана на сети эфира Я напоминаю И тот же эфир Может быть владением Виталика Бутерина А тот же Доги Коин Это может быть владением Илона Маска И может быть они как-то Ну скажем так Не знаю Там связываются По телеграмму Да там переписываются Рофлят с этого Что действительно Давай помпанем Ту или иную монету Очередным твитом Но по факту Тот же Виталик Бутерин Жег там монеты шибаину Многие помнят Да И по сути Может быть это и есть Отсылка к тому Что он и является Одним из китов Либо вообще ее создателем Вот И по сути Как бы самое забавное Что эфир Создал Виталик Бутерин А шибаину На сети эфира Создана Поэтому совпадение Не думаю Как говорится Да Ну нативная сеть Шибаину Это эфир Вот И по сути Вот у нас эфира Горбин Гуд У нас держит на 3 миллиарда Практически там 3 миллиарда 293 с половиной миллиона Шибаину Держит на 180 миллионов 52 тысячи Чейнлинг На 37 почти миллионов И Эваленч На 21 Там с половиной Миллион Вот так вот Ну а что эффект Что Эваленч Это CBDC Криптолюты Плюс там Экосистема Фундаментал Все дела Как любят блогеры Говорить Чейнлинг Тот же самый Который там Полтора года В накоплении стоял Ну и шиба Которая сейчас Недооценена И нахер никому не нужна То есть даже сейчас Шиба у нас была Там в моменте А в августе 9 Может быть там По моему шиба Он был запущен Ну и сейчас на Эбре 5 Ну а в декабре На уровне 4 То есть никому Шибаину сейчас Не нужна Если глянуть вот здесь Вот давайте глянем Это шиб Если написать Если шибаину На уровне 2 Никому сейчас Шиба не нужна И это отлично Отлично ребята Это просто замечательно Давайте глянем Эффект Ну эффект да Эффект на фоне Там ETF Что то там 30% людишек У нас заинтересовались Давайте посмотрим Вот здесь Скоро интересуется Ну там 15% Если глянуть вот здесь Нажать на тему Посмотрим То соответственно Подскочило Получается с 14 до 18 Ну сейчас на уровне 17 То есть опять же таки Никому не интересно Доги давайте посмотрим Интересен ли Доги Кому то сейчас Интересен на уровне 10 То есть Если глянуть Ну Доги Коин Ради интереса То есть 10% людей Там из 100% Условно интересуются Здесь на уровне 4 Понят я показал до этого Никому нахер не надо Вот Ну допустим Доги Коин Давайте напишем на русском Интересен ли он кому то Никому не интересен Ну, то есть, никто не гуглит. Давайте глянем тот же самый АВАКС. Родне интереса. Интересен ли он кому-то. Ну, то есть, тут небольшая заинтересованность имеется. Но, может быть, оно немножко не то еще. Chainlink. Давайте посмотрим. Вот так вот напишем. Ну, соответственно, был памп, потому что в Найбре. Поэтому заинтересованность. Сейчас заинтересованность уже немножко подупала. Ну, здесь было на уровне 20%. Вот тема. Давайте нажмем, посмотрим. Ну, то же самое. Да, вот был памп. И после этого заинтересованность резко возросла. Ну, с 40% до 80%. То есть, в два раза. Но сейчас все пошло уже на спад, опять-таки. А если цена снизится, еще больше на спад пойдет. Можете не сомневаться. А, да, кстати. И по XRP я написал 6 аргументов. Почему же он все-таки будет расти. И покажет те же там 5-10x. Поэтому тоже обязательно смотрите. И следите за роликами у меня на канале. И Binance, кстати, держит на 31 миллион практически. То есть, 5 миллиардов XRP примерно. Поэтому тоже это важно знать. Поэтому по поводу Рубин Гуда. Вот кошелек. В принципе, ссылки я оставлю в описании. Можете найти в сети эфира. Понаблюдать за ним. И, как мы наблюдаем, больше всего они копят эфира. Шибы, Ченлинка и Эвелэнча. Совпадение не думаю. Но это один из их кошельков. Всех, к сожалению, не нашел. Но, как бы, я думаю, это тоже полезная информация. Кстати, инвестировать они начали в крипту с этого кошелька. Где-то с 18 мая 2023 года. То есть, уже, считай, полгода. Даже уже чуть больше. Даже уже 7 месяцев это получается. Поэтому такие мысли. Ну, кто досмотрел до конца. Надеюсь, информация была вам полезна. Имейте в виду. Поэтому Шиба и далеко не скам. Хотя многие ее недооценивают. Точно так же, как Кридоги. И это замечательно. Почему замечательно? Потому что толпа и масса adoption не покупают данные криптовалюты. И пускай не покупают, ребята. Мы купим и заработаем куда больше. И это отлично. Пока толпа не знает. Пока толпы здесь нет. Мы будем покупать данные монеты. И заработаем минимум 5-10 иксов по данным криптовалютам. Поэтому тоже следите внимательно за данными монетками. Я их говорил покупать еще 2 месяца назад. Помните? Я снимал ролик на канале. Вот. И, соответственно, говорил вот здесь. Вот еще там в октябре, в сентябре. Что, ребята, в гугл трендах они на днище. Они никому не надо. И сейчас уже там тот же Доги отскочил 50%. Ну, вот Шиба. Давайте глянем, сколько она отскочила. Она отскочила вот здесь на те же там 40%. Тоже плюс-минус аналогично. Поэтому вот это накопление, что имеется, оно потом выльется в хорошие иксы. И самое минимальное, ну, 5-10 иксов, я думаю, они покажут. Может даже и больше, если сделают перехай. Ну, а там же, как говорится, будем посмотреть и будет видно. Вот. Поэтому то же самое. Здесь аналогичная ситуация. И здесь относительно дно уже сформировано. Ну, и монеты очень недооценены. И, как минимум, если копят и Шиба, скорее всего, копят и Доги. Ну, а по поводу Доги вы уже можете загуглить самостоятельно. Ну, я вам наводку дал. А там уже наблюдайте и следите сами. Думайте сами, как говорится. Поэтому такие мысли, такие дела. Всем удачи. Пишите коммент, лайк. Ну, и до встречи.